Всем привет! В студии Анна Глазунова и вы смотрите Универ Ньюз. Прямо сейчас я расскажу вам о главных событиях студенческой жизни. Итак, сегодня вы увидите. В КФУ торжественно завершился год Льва Толстого. Мы помним, в Казани возложили цветы к памятнику неизвестного солдата. В университетской клинике КФУ желающие могут сдать тест на ВИЧ. 1 декабря в Казанском федеральном университете завершилась череда торжественных мероприятий, посвященных 190-летию Льва Толстого. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. 1 декабря в Императорском зале Казанского университета состоялась церемония закрытия года Льва Николаевича Толстого. Идея проводить каждый год под знаменем имен выдающихся людей, когда-то работавших или учившихся в Казанском университете, прозвучала на ученом Совете КФУ в декабре 2016 года. Президент Республики Татарстан Рустам Мениханов поддержал начинание Казанского университета. В результате 2017 год пришел под знаменем великого математика и ректора Казанского императорского университета Николая Лобачевского. Ученый Совет Казанского университета предложил 2018 год посвятить классику мировой литературы Льву Толстому, студенту Казанского императорского университета. В ежегодном послании к Государственному совету Республики Татарстан Рустам Мениханов озвучил, что 2018 год в Татарстане посвящен классику русской литературы Льву Николаевичу Толстому. 21 сентября 2017 года был подписан соответствующий указ. Достаточно большое количество было проведено различного уровня и формата мероприятий и практически везде принимали участие молодые люди. И школьники, и студенты, и в то же время и наши выпускники. В Казанском федеральном университете и во всей республике в течение этого года прошла целая серия различных мероприятий, вклад в организацию которых внес каждый институт-альмаматор. Все институты университета, все вносили вклад в то, что происходило, и библиотека, и музей, и все институты, и юристы, и филологи, и другие институты. Можно с уверенностью сказать, что особую роль Казани, прежде всего Казанский университет, сыграли в жизни и творчестве Льва Николаевича Толстого. Именно здесь состоялось духовное рождение писателя. Были написаны первые философские статьи и сделаны наброски ранних художественных произведений. Период взросления, становления и Льва Николаевича, и его братьев, сестры, абсолютно незабываемый для них, важный, они вошли во взрослую жизнь. В торжественной церемонии закрытия года Толстого приняли участие ректор Казанского федерального университета Эльшат Гафуров, проправник Льва Толстого, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой, заместитель премьер-министра республики Татарстан Лейла Фаслеева, министр культуры республики Татарстан Ирада Аюпова, первый заместитель министра образования и науки Татарстан Андрей Поминов, а также ведущий русист из Японии и Индии. Для всех нас Толстой – это особый дар, особый талант, особая личность и потрясающее, неповторимое творчество, творчество, которое стало основой тех мероприятий, которые прошли в городе Казани в республике Татарстан. Не зря год Лобачевского и год Толстого идут друг за другом. Это две выдающиеся личности Казанского университета, которые оставили большой отпечаток в истории не только страны, но и мира. Вы вот здесь на стене нашего императорского зала видите два портрета рядом. Это Николай Иванович Лобачевский и Лев Николаевич Толстой. Они не сегодня и не вчера так были размещены. Мне кажется, так было всегда, по крайней мере, сколько я помню, они всегда были вместе, как два столпа, на которых воздвигся и стоит наш университет. Мероприятия, посвященные выдающемуся студенту Казанского университета, на этом не заканчиваются. 1 декабря фактически началась подготовка к 200-летию писателя – дате международного уровня. Есть сейчас такой замысел на федеральном уровне – объявить десятилетие Толстого. Именно такой путь к очень важной круглой дате – 200 лет со дня рождения, который будет отмечаться и в России, и во всем мире очень широко. Завершающей нотой года Льва Николаевича Толстого стала церемонией открытия бюста писателя в ректорском садике. Новая городская достопримечательность появилась благодаря личным усилиям ректора КФУ Ишата Гафурова. Целью проведения года Льва Толстого являлось информирование молодого поколения об огромном вкладе Казанского университета и города Казани в жизнь великого классика русской и мировой литературы. Льва Николаевича Толстого, Диана Шилова, Виолия Табасова, Ленарта Влесьяров, Универньюз. Ежегодно, начиная с 2014 года, в России отмечают знаменательную дату – День неизвестного солдата. По этому случаю в Казани прошло торжественное возложение цветов. 30 декабря в России отмечают памятную дату – День неизвестного солдата. По этому случаю в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького у памятника неизвестному солдату состоялось возложение цветов. Традиционно в мероприятиях, направленных на развитие патриотического воспитания, принимают участие студенты Казанского федерального университета. Для кого-то это не просто дань памяти, уважения, но история личная. Верно говорят, что война коснулась каждой семьи. Для студентки Казанского федерального университета Екатерины Мыстовой это не просто слова. Ее дедушка является без вести пропавшим солдатом. Мы также не знаем, где он, моя семья, мы занимаемся его поисками. Я знаю, что он погиб под Керчью, то есть где Керченский пролив, но его останки не были найдены, и поэтому это очень важно лично для меня. Это день памяти советских и российских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Это благодарность всем, кто защищал Родину ценой своей жизни. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. С 2017 года Институт международных отношений к ФУ проводит Казанскую модель ООН имени Виталия Чуркина. Модель ООН – это научная конференция в форме деловой игры. Подробности в нашем сюжете. Четвертый день в Казанском федеральном университете проходит значимое мероприятие. Казанская модель ООН, которая проводится на базе Казанского университета при поддержке Российской ассоциации содействия ООН и Московского государственного института международных отношений. 30 ноября состоялось торжественное открытие. Два дня студенты моделировали деятельность комитетов ООН, а 3 декабря состоялось вручение сертификатов о прохождении модели. Валерия Муратова, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. С 30 ноября по 7 декабря в Университетской клинике Казанского федерального университета проходит экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. С 30 ноября по 7 декабря в Университетской клинике Казанского федерального университета проходит экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. На сегодняшний день в мире около 9 миллионов человек не знают о том, что они заражены ВИЧ. А ведь знание своего статуса – это первый шаг на пути к лечению профилактики СПИДа. Сдать анализы все желающие могут бесплатно с 8.00 до 14.00 по адресу улицы Чехова, 1А. Если у пациента выявляется положительный тест, это еще не является вердиктом, пациенту не надо переживать, нужно будет проводить следующее тестирование, которое является более развернутым. Там уже кровь берется не из пальца, а из вены. 1 декабря в 30 раз отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день стал ежегодным событием в большинстве стран. Альфия Андерзянова, Виолетта Басова, Универньюз. В Кубке Казанского федерального университета по мини-футболу определились финалисты. А как прошли полуфиналы, расскажем в нашем сюжете. В КФУ прошли полуфиналы Кубка университета по мини-футболу. В первой встрече сыграли команды Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Института физики. После гола команды СФН в первом тайме физики ответили тремя мячами. Ближе к концу матча Институт социально-философских наук отыграл один из них. Итоговый счет 3-2 вывел Институт физики в финал Кубка. Во втором полуфинале встретились команды Института управления экономикой и финансов и юридического факультета. В первом тайме Юрфак забил два мяча. Их соперники ответили одним голом. Второй тайм начался с еще двух мячей юристов, на что ИУФ ответили двумя ответными голами. В конце матча между игроками произошел конфликт и завязалась потасовка. Юридический факультет обыграл соперника 4-3 и прошел в финал. Был игра рукой, я поставил пенальти ворот Юрфака. Понятно, что у игроков юридического факультета, скажем так, они были крайне не согласны с этим, так как считали, что игры рукой не было. И так как все это нервы, последние секунды матча, путевка в финал, то это, естественно, сказалось на их эмоциональном состоянии. И они, к сожалению, не смогли сдержать себя. И вот возникла эта небольшая потасовочка. Финальный матч вы можете посмотреть в группе нашего телеканала в социальной сети ВКонтакте. Прямая трансляция пройдет 5 декабря в 19.30. Артем Тупичкин, Роман Полинсков, Александр Юдин, Универньюз. Это все новости на сегодня. Смотрите на социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok